Вечерний эфир ТСВ продолжает экспертное мнение в студии Светлана Мартынюк и Дина Королёва. Сегодня разговор о профессиях будущего, куда пойти учиться, чтобы стать успешным человеком и много зарабатывать. И у нас на связи Олеся Каравая, декан физико-математического факультета Госуниверситета. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Олеся Васильевна, мы посмотрели на сайте, у вас на факультете, в принципе, всё как обычно. Вы воспитываете математиков, физиков, специалистов в области информатики, электроники. Это мы всё раньше слышали и видели. Есть ли у вас что-то новое, какие-то специальности появились в последнее время? Нет, факультет придерживается традиционных специальностей, которые остаются востребованными на рынке труда, несмотря на все изменения в экономике и в эти технологиях. И мы сохраняем традиции, считаем, что пока нам не нужны новые специальности. Ну, Олеся Васильевна, ну вот сейчас момент, когда и выпускники, и их родители перебирают факультеты, внимательно знают, что изучают сайт ПГУ, изучают сайты других университетов, ищут какие-то специальности, ищут для себя, для своего будущего. А вот что бы вы посоветовали, к примеру, своему ребёнку сейчас, на что следует обратить внимание? Ну, у меня вы как раз попали в точку, у меня в этом году ребёнок заканчивает 11 класс, и своему ребёнку я на протяжении последних трёх лет всегда советовала прислушаться к себе внимательно и выбрать для себя ту специальность, которая будет конгруентна в первую очередь его внутренним интересом, его увлечением, его знанием, потребностей в этих знаниях. То есть вопрос материального стимулирования профессии — это очень важный вопрос, несомненно, и он очень остро стоит у современной молодёжи, но при этом я думаю, что первичным является всё-таки найти себя в той сфере, которая тебе будет комфортна. А вот зарабатывать деньги, как мы любим говорить, да, вот это такое сочетание, то есть получить материальный доход, это будет зависеть прежде всего от того, каким ты станешь профессионалом. И задачу нужно ставить перед собой именно в таком ключе, а не выводить на первый план только денежные приоритеты. Это зачастую приводит… Мы с такими вещами сталкиваемся, я как декан факультета сталкиваюсь, с родителями общаюсь, когда выбирается приоритет модной специальности или специальности, которая у всех на слуху, или специальности, которая везде разрекламирована кем-то, или друг посоветовал, или родители настояли. Это иногда приводит, к сожалению, к негативным реакциям детей, которые пошли не по своей воле, не попали в свою профессию, мы говорим, да, то есть ошиблись с выбором. Поэтому прислушиваться нужно все-таки к тому, чем бы ты хотел заниматься. Ну давайте вот как раз о современных и IT-технологиях. Они тоже входят в общий список тенденций, которым сейчас обучают, которым стремятся и так далее. Вот в принципе, надо ли, на ваш взгляд, сегодня учиться пять лет? Потому что специфика рынка меняется очень быстро. Пять лет ты начинаешь учиться, к примеру, там... Первые два года ты учишь общие какие-то дисциплины, базу, получаешь. Да, общие какие-то дисциплины, IT-программирование, к примеру, да, абсолютно условно. Через следующие три года все буквально меняется, и та специальность, которую ты начинал изучать, она уже не востребована. Вот что... Что, на ваш взгляд, важнее сейчас, рабочие руки или мозги? Понимаете, нельзя осуществить выбор между рабочими руками и мозгами, потому что есть люди, у которых хорошо получается работать руками, их никто пока не заменил. И есть люди, которые способны к умственному труду, и это тоже специфический склад построения ума, построения характера. Что касается выбора, значит, вот вопроса о том, что пять лет нужно ли учиться, будет ли это актуальным через пять лет. Понимаете, мы сегодня пришли в такую образовательную парадигму и в Российской Федерации, и здесь, естественно, и во всем мире, когда мы говорим устоявшееся уже выражение «образование через всю жизнь». То есть мы готовим людей к тому, что вы вот получите свою основную профессию в течение 4 плюс 2 сейчас у нас. Мы сейчас слышим все, на слуху у нас очередная реформа и выработка собственной системы образования Российской Федерации. Какой она будет, пока никто не знает. Это очень открытый вопрос, обсуждаемый. Буквально вот на прошлой неделе начался широкий такой форум по его обсуждению, и это будет продолжаться. Но сегодня могу вам сказать, что для того, чтобы даже учиться IT-специальности, мы должны очень строго градировать эти специальности. Во-первых, в IT-сфере есть много разных направлений и специальностей. Это и дизайнеры, и веб-дизайнеры, и программисты мобильных приложений, и люди, которые работают с бигдатой, и очень много других уже узкоспециализированных направлений. Мы с вами должны понимать, что эти специальности требуют разных сроков обучения. Мы привыкли к рассуждению, что программировать можно научиться за 3 месяца. Не всякому программированию можно научиться, к сожалению, за 3 месяца. И это вот какая-то пошла такая волна ошибочных суждений, призыва к тому, что давайте быстро-быстро, но вот я думаю, что все-таки базовому программированию нужно учиться. А вот прикладному, короткому, вот этому выбранному, узкому, это можно научиться, конечно, за более короткий срок, имея основную базу. Без этого никак. И чем дальше мы будем углубляться в информационные технологии, тем больше мы должны понимать, что основа математическая, она никуда не денется из этой сферы. Ну вот смотрите, на физмате несколько лет уже есть школа робототехники. Кого вы вырастили за это время? К вам приходят школьники. Помогает ли им это найти себя? Остаются ли они приверженцами вот этой сферы после того, как посещают ваши занятия? Смотрите, у нас наблюдается такая тенденция. Школа работает четвертый год, с 2018 года получился такой достаточно успешный проект. У нас около 300 детей уже эту школу закончили. И у нас наблюдается, поскольку это маленькие дети, да, мы работаем с семилетними, восьмилетними детьми, то они, конечно, еще школу не закончили и не вышли, не подошли к этому этапу выбора профессий, да, в своей жизни. Но мы заметили такую тенденцию, что у нас дети приходят на начальный курс какой-то, потом заканчивают его, приходят на следующий курс. А мы все время стараемся предложить новые программы, вводим новые курсы. Мы начинали с одного курса, сейчас у нас около пяти, не около, а пять курсов различных, которые позволяют детям поэтапно, поступечно-то переходить. И, конечно, появились курсы по программированию на языке Пайтон, например, и появилось веб-программирование, и появились вот такие прикладные курсы, и дети переходят, то есть они у нас остаются. Вот это мы заметили, и это нам очень отравно. Они приходят, интересуются, спрашивают, а еще что-то будет, а еще что-то будет. Говорить о том, что мы, конечно, влияем на их выбор, я думаю, что да, для некоторых мы, конечно, влияем, потому что они иначе бы с нами так долго не оставались. Но пока сказать о том, что они уже взяли флаг или знамя и идут в эту профессию, мы, к сожалению, сказать не можем, слишком мало времени прошло. Но мы очень надеемся, что все-таки мы делаем вот это важное дело, которое позволяет им осуществить свой выбор, найти себя, почувствовать эту профессию. Собственно говоря, и целью школы. Спасибо большое, Олеся Васильевна. Будем надеяться, что все дети и ваши абитуриенты, самое главное, сделают правильный выбор своей будущей профессии. Спасибо вам. Да, с нами на связи была декан физико-математического факультета Олеся Каравай. Всего доброго. Ну, а мы продолжаем разговор. У нас на связи Юрий Диуцца, директор крупнейшей агрофирмы в Слободейском районе. Юрий Филиппович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот вы руководите крупнейшим сельхозпредприятием в Приднестровье, и оно многопрофильное. У вас сады, у вас зерновые. Сколько всего человек у вас работает вообще постоянно и в сезон, и каких специальностей эти люди? Ну, у нас на постоянной основе работает порядка 40 человек. Что касается сезонных рабочих, мы их набираем обычно в летний период времени на уборку фруктов, так и на обслуживание инфраструктуры сада. В пике доходит до 300 человек. Вот, к примеру, сейчас уборка клубники, уборка черешни начинается, да, в этот период у нас там 150-170 человек. А какие есть у вас специальности, такие вот прям какие-то необычные, которые из области что-то из будущего есть, что можно я для начала уточню? Я прошу прощения, а есть у вас в дополнение к вопросу, Светы, есть ли у вас специальности, по которым вам всегда нужны специалисты, кроме сборщиков сезонных рабочих? В сельском хозяйстве, как обычно, самая востребованная специальность – это механизатор и агроном. Наша компания укомплектована этими специальностями. У нас есть два блока, как вы уже сказали, два направления – это садоводство и зернопроизводство. По садоводству у нас полный штат сотрудников, но мы увеличиваем и сад, увеличиваем посадку ягодников. Поэтому мы вот на сегодняшний день в поиске помощника агронома-садовода, механизатора. И что касается зерновых культур, мы всегда ищем механизаторов. Есть у нас тоже штат агрономов, но по большому счету, если есть перспективные, желающие, самое главное – с желанием ребята работать, мы всегда готовы трудоустроить, потому что совершенствование в сельском хозяйстве и работы всегда больше, чем наши возможности. Поэтому мы ждем компанию на работу молодых специалистов. Что вы говорите молодым ребятам, специалистам, которые хотят к вам прийти, чтобы их привлечь? Что у вас хорошего? Мне кажется, не очень-то привлекательная работа, когда ты целый день под палящим солнцем летом, в сезон, когда холодно тоже не очень работать на улице. И я так понимаю, что еще ненормированный график, нужно с утра быть на поле, контролировать, допоздна, большая ответственность на себе. Ну вот чем вы привлекаете? Может быть, какой-то особой техникой? Ну, у нас в сельском хозяйстве, вы правильно подметили, да, работа не самая легкая. Но с учетом того, что происходит в последнее время, насколько стала востребована продовольственная безопасность, насколько стала востребована все то, что производит сельское хозяйство, то и, соответственно, люди, работающие в этой отрасли, получают довольно высокие заработные платы, даже по сравнению с другими специальностями в нашей стране. Ну, мы вот помним, извините, я вас перебью, мы помним, что вот у комбайнеров, да, в сезон, просто, может быть, такая запредельная, да, зарплата, нереальная для остальных сфер, но все знают, что это только в сезон. А вот круглый год действительно ли это высокая зарплата, и, ну, это стимулирует молодых ребят идти вот в эту сферу? Ну, вы знаете, надо же считать доход за год, поэтому, если учитывать, да, пики и низкие сезоны в зимний период времени, то в любом случае механизаторы получают, поверьте, достойную зарплату. То есть, и анализируя, сколько они получат, уехав за рубеж, и что они потеряют при этом, и находясь здесь рядом с детьми, и сколько они тут получат, конечно, все-таки ребята выбирают работу здесь, у нас, и сейчас, если говорить о уровне техники, то техника вся современная, комбайны, трактора с кондиционерами, с навигаторами, с GPS-трекерами, то есть, поэтому даже очень интересно молодым ребятам работать на такой технике, то есть это не, ну, ты не под палящим солнцем. Это не та история, когда, да, нужно завести трактор, отремонтировать его сначала, полдня провести, да, в масле и в какой-то саже, да, и потом только выехать в поле. Я видела эти тракторы, это действительно впечатляющая очень техника. Я не хочу отчаять волотые горы, и не без этого. Это тоже есть, и это все в рабочем порядке, это все, конечно, есть, за это ребята получают и механизаторы зарплату, но есть перспективы все-таки развития в сельском хозяйстве. И вот, к примеру, в нашей компании те же самые агрономы ходят с планшетами, имеют программу, анализируют через спутник состояние посевов, то есть, ну, знаете, похоже на какую-то игру такую электронную. Я, допустим, сидя в кабинете, тоже могу посмотреть, что у меня творится на любом участке поля, почему коэффициент NDVI отличается от среднестатистического, и уже целенаправленно, допустим, сделать выезд в поле, именно в эту точку, тыкнуть навигатором, пришли, и вот с точностью до метра я понимаю, вот на каком из участков поля есть проблемы. То есть все, что у вас можно в сельском хозяйстве компьютеризировать, вы это сделали? Ну, мы идем по этому пути, по максимуму мы к этому движемся. И я вам скажу, что агрономы у меня такие, 28-32 года, выпускники нашего университета, Кишиневского университета. Поэтому вы понимаете, да, в таком возрасте им это, ну, просто очень... Ну, это им интересно, хорошо. А механизаторы у вас какого возраста? Чем их можно привлечь? Вы говорили о перспективах. Вот что значит перспектива для механизатора? Выпускники колледжа, университета, механизаторы, да, они приходят, конечно, они, если изъявляют желание работать на более современной технике, то, пожалуйста, вот мы тебя проверили на МТЗ, посмотрели, как ты умеешь выполнять основные операции, и вперед пересаживайся. Пройти закалку, да. А агродроны у вас есть? Сейчас вот знаем, что это такие передовые технологии, когда вот вы со спутника, да, за полями наблюдаете, или пока нет необходимости в этой технике у вас? Ну, на сегодняшний день мы агродроны используем только в охранных целях. Мы охраняем периметр сада агродронами. А что касается именно для использования агродрона в работе полей, то мы заключили контракт с одной компанией в Приднестровье, которая предоставляет эти услуги. И в этом году мы будем обрабатывать часть полей именно агродронами. Анализируем закупку, но на сегодняшний день мы пока потренируемся, посмотрим, как это работает. Вообще это очень перспективно, конечно. То есть пока у вас нет оператора агродрона, такой специальности у вас пока еще нет? Мы знаем, что просто уже есть кое-где старший оператор агродрона, младший оператор, не знаем, правда, в чем разница, но тем не менее. У нас есть выпускник колледжа, программист, который именно взят на работу, на эту специальность, вот он изучает, и мы планируем закупку. То есть да, мы идем по этому пути. Давайте еще о молодых специалистах. Вопрос у нас в ходе подготовки к программе возник следующий. Как вы считаете, колледжи, университеты, они успевают в подготовке специалистов с учетом того, как быстро внедряются новые технологии? Вот к вам приходит молодой человек. Вы ему говорите вот эту вот великолепную фразу «забудь все, о чем тебя учили в университете». Здесь вот так вот. Ну, я думаю, что вопрос скорее о том, что сейчас вот объявили наборы на мехатроников, на специалистов по мелиорации. А, да, это важное уточнение. Им учиться три года, да, четыре. Пройдет время. Будет еще актуальна эта специальность, пока университет его подготовит для вас? Вы знаете, я скажу, что совершенствования в сельском хозяйстве только начались. И, по большому счету, мы, наверное, уже сами сельхозники в Приднестровье где-то даже отстаем от мировых трендов, от мирового уровня. Насколько отстаете? Ну, вы знаете, у нас не такая серьезная оснащенность всеми приборами и контролем расхода топлива, я не знаю, какими-то еще новыми системами, о которых я, может быть, даже не знаю. Вот как в Европе, там Голландия, допустим, та же самая Америка. Но базовые, фундаментальные вещи у нас есть. И что касается университета, я вам скажу, что буквально недавно университет получил современную технику из Германии. И специалист внедряет эту технику, обучает самих преподавателей именно на специальности мехатроник. Поэтому нам бы тоже очень хотелось бы, чтобы специалисты и ребята, которые закончили, попали бы в том числе и в наше хозяйство. Поэтому я надеюсь, что мы вот этот шажок, и мы не будем так серьезно и сильно отставать от европейских передовых хозяйств. Просто говорят, что вот хороших перспективных ребят с агротехнологического факультета отрывают буквально с руками и ногами курсы со второго, с третьего. То есть они уже стоят на заметке у агрария. Присматривают и как-то стараются его уже закрепить, привлечь к себе на практику. Это правда. Действительно, есть такая практика, что действительно лучше взять такого новоспича, еще не готового специалиста, и потихоньку обучать его для себя. И показать, на чем он реально будет работать, где он будет, чем заниматься уже вот в реальной жизни, а не сидя за партой в ВУЗе. Да, мы, конечно, обращаемся и к деканам, и к Трофиму Ивановичу в аграрном колледже и просим их порекомендовать нам, студентов, которые имеют желание. Самое главное желание – обучиться и начать работать. Мы можем помочь и в нашей компании. Но если есть желание, и желание работать, и желание остаться здесь, то это, поверьте, это полдела. Поэтому мы работаем совместно с преподавательским составом. И, конечно, как вы сказали, мы стараемся уже на каком-то курсе где-то договариваться и планировать этих ребят к себе на работу. Я думаю, студентам нынешним нужно быть очень внимательными и присматриваться тоже к тому, куда пойти на практику, где себя применить, потому что возможности уже работать и найти себе место под солнцем уже есть сейчас. Не обязательно заканчивать ВУЗ. Ну, то есть это все может идти параллельно и довольно успешно. Спасибо вам большое. С нами на связи был Юрий Диутца, директор агрофирмы. Продолжаем говорить о профессиях будущего. И у нас на связи заместитель и председатель управления Агропромбанка Сергей Лупашко. Здравствуйте. Сергей Валентинович, добрый вечер. Я начну разговор со своей историей. Этим летом я, когда выбирала ребенку времяпрепровождения, то чуть ли не половина лагерей летних, которые мы рассматривали, они были с IT-уклоном. И ребенок с удовольствием пошел заниматься, учиться компьютерной грамоте и программированию. Скажите, я вообще правильный выбор сделала? Или рановато 9-летнего ребенка грузить вот такой профориентацией летом? Что скажете? Могу вам со всей ответственностью сказать, что вы сделали правильный выбор, потому что те навыки, которые ребенок получает в таких лагерях, они связаны не только узко с какими-то IT-специальностями, но и позволяют немножко поменять способ мышления ребенка и, соответственно, этот способ мышления он сможет применять уже и в других сферах своей жизни. То есть ребенок все равно сидит за компьютером, да, летом много? Так пусть лучше с пользой, да, что-то там щелкает, узнает новое и, по крайней мере, какой-то компьютерной безопасности учится, да? Ну, кроме того, что они просто сидят, я знаю по опыту своих детей, они также ходили в такие летние лагеря, дети достаточно много общаются, они их учат уже общаться именно со взрослыми на достаточно взрослые, серьезные темы. Как я сказал, они осваивают достаточно новые для них способы мышления, способы познания информации, они занимаются там и творческими процессами, это не чисто такой вот научный подход, там научные издания сухие, они создают какие-то свои новые проекты, причем у каждого ребенка есть свои проекты, и он может проявить свое творчество так, как ему это видится. Поэтому можно сказать, что данные лагеря, они способствуют такому целостному развитию ребенка. Плюс еще наверняка очень важна коммуникация. Но у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Валентинович, вот очень важный вопрос. Вы как считаете, зачем будущее? За профессиями ума или же за рабочими руками? Вы знаете, вот тут как раз дело в том, что ученые в течение ближайших пяти-десяти лет прогнозируют достаточно такую поляризацию профессий. То есть как раз в большей степени под риском находится средний сегмент профессий вроде бы и не физического труда, но которые и не связаны с глубокими знаниями. То есть там те люди, которые больше работают по каким-то четким правилам и регламентам. И эти профессии, они в первую очередь подлежат замещению роботами, какими-то алгоритмами. Например, какие это профессии? Ну, типичный пример, там, бухгалтеры, например, какой-то там административный персонал офисный. Эти все вещи достаточно легко поддаются формализации, соответственно, автоматизации. Если говорить о рабочих профессиях, то рабочие профессии сейчас в достаточной степени меняют свой смысл. Как вы видите, в нашей жизни компьютерные технологии, робототехника заходят достаточно активно. И если раньше это был просто рабочий, который работал руками, то сейчас рабочим профессиям придется дело иметь с умными станками, где также нужны и навыки алгоритмизации, программирования и так далее. Поэтому я даже недавно разговаривал с экспертами в сельском хозяйстве. Они говорят, что комбайнер, который был раньше, это уже не тот комбайнер, который нужен сейчас. Говорили буквально несколько минут об этом с представителями агрофирмы. Смотрите, а если советовать выпускнику сейчас, наверное, многие к вам обращаются за такой рекомендацией, все-таки куда идти, что выбрать, чтобы не ошибиться. И возвращаясь к теме автоматизации всех процессов. Вот смотрите, мы сегодня тоже рассуждали на эту тему, о том, что, наверное, где машина не заменит человека, так это вот такие фундаментальные основы. Да, это медицина, просвещение, и мы почему-то были удивлены, но это сфера гостеприимства, вот такая сфера услуг. Значит, что, нужно выбирать вот из этих сфер, которые никогда не заменят робота-человека? Или все-таки наоборот, нужно идти в те сферы, но становиться руководителем и управлять этими автоматизированными системами, роботами и процессами, которые можно наладить, и они будут сами идти по себе? Ну, вы знаете, все люди разные, и у каждого свои есть предпочтения, свои какие-то сильные и слабые стороны. Но, в общем, остается, что, да, действительно, технологии будут приходить во все сферы нашей жизни. Чего точно стоит избегать? Это вот таких профессий, которые подвержены жесткой формализации регламентам, как я сказал, например, бухгалтерские работники. И, действительно, там нужны будут люди либо рабочих профессий, либо уже люди, чей труд очень слабо формализуем или требуют работы с какими-то научными знаниями. То есть, действительно, сфера просвещения, сфера здравоохранения – это очень и востребованные сейчас, и в будущем будут также востребованные профессии. Поэтому, однозначно, здесь есть перспектива. Рабочие профессии, опять-таки, они также требуют знаний, основ и робототехники, алгоритмизации. Ну, если говорить о алгоритмизации, то она нужна вообще, я считаю, во всех сферах деятельности. Потому что, ну, это, опять-таки, другой способ мышления, который позволяет синтезировать какие-то новые знания и более эффективно вообще в жизни взаимодействовать и как с людьми, так и с техникой. Ну, знаете, Сергей Валентинович, я осмелюсь с вами поспорить, и осмелюсь поспорить, приведя конкретные аргументы. Если зайти на любую биржу труда, на любые сайты, где публикуются вакансии, в первую очередь там требуются люди рабочих профессий. Нужны водители, нужны швеи, нужны озеленители, сварщики, нянечки в детских садах. То есть никаких там нановрачей, специалистов по цифровой безопасности не указано почему-то? Может, все-таки что-то не то прогнозируют создатели профессий будущих? Или алгоритмы выстраиваются неправильные? Да, сегодня, безусловно, и я думаю, что люди рабочих профессий нужны будут всегда, безусловно. Но если мы говорим о перспективе, допустим, пяти или десяти лет, то смысл и качество этих профессий будут меняться. Если сегодня тоже сварщик работает просто вручную каким-то сварочным аппаратом, то, говоря о каких-то масштабных производствах, а не кустарном изготовлении чего-либо, однозначно будут требоваться другие навыки, другие знания. Чему учиться детям сейчас, если через пять-десять лет они закончат школу? Кем им тогда становиться? Какие сейчас навыки они должны получить? Мы у вас в докладе увидели такие словосочетания, как критическое и системное мышление. Это вообще о чем и как этому научить современных детей? Ну, если говорить о навыках критического и системного мышления, конечно, это очень важные, базовые такие навыки, которые позволят человеку стать полноценной ячейкой общества, если так говорить, и занять достойное место и в профессиональной жизни, и в других сферах. Этому, безусловно, нужно учить с детства, начиная с детского садика, дальше в школу и так далее. То есть человек должен понимать, что его окружает, воспринимать информацию критически, иметь возможность подвергать сомнению и анализировать происходящее, сопоставлять на базе имеющейся у него информации и знаний какие-то новые факты. И, соответственно, там давать им оценку. Системное мышление позволяет формировать целостное представление о мире, понимать взаимосвязь между понятиями, событиями, которые окружают, и, соответственно, понимать, что в дальнейшем будет происходить, понимая, как все в этом мире устроено. И эти навыки, они, безусловно, нужны абсолютно в любой области знаний, в любой профессии. Да, то есть неважно, кем ты станешь, руководителем или будешь шить на производстве, думаю, что такая подготовка никому не помешает. Абсолютно верно. Я думаю, что еще один из самых таких навыков, это то, чему сейчас все об этом говорят, это даже не то, чтобы этому нужно учиться детям и подросткам, абсолютно всем, это учиться, учиться, постоянно совершенствоваться. Я думаю, что это самое главное, что стоит учитывать при выборе профессии, или, если ты хочешь поменять сферу занятости. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Напоминаем, что с нами на связи был первый заместитель, председатель управления Агропромбанка Сергей Лупашко. Это была программа «Экспертное мнение». Сразу же после нас смотрите новости на ТСВ. Все самое главное за прошедший день. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok